Анастасия Исаева Новый виток исторической спирали. В Бийске вторично освящен храм во имя святого апостола Иоанна Богослова. Первая индексация и насколько больше будут получать бийские пенсионеры, расскажем сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже начали сдавать документы. Бийские предприниматели намерены добиться повышения стоимости проезда в автобусе. По мнению автоперевозчиков, цена билета должна составлять не менее 20 рублей. Однако о сроках рассмотрения и утверждения нового тарифа специалистами отдела ценообразования речи пока не идет. Бумаги, подтверждающие экономическое обоснование тарифа, предоставила лишь пятая часть коммерсантов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Должны сдать 50% от всех перевозчиков, а сдали, по-моему, только 20%. 50% еще не сдали. Поэтому мы пока не начинали их рассматривать. То, что они просят, это не говорит о том, что такую цену мы им установим. С 1 января в Барнауле стоимость проезда в маршрутных автобусах повысилась сразу на 25%. И теперь цена билета составляет 25 рублей. Тему увеличения тарифа в Бийске местные автоперевозчики регулярно поднимают уже больше года. При этом документы с расчетами коммерсанты начали переносить только недавно. Предварительно стало известно, что автобусники хотят проиндексировать цену до 20 рублей. Отметим, что стоимость поездки в общественном транспорте в Бийске одна из самых низких. И за наличный расчет составляет 17 рублей 50 копеек. По транспортной карте 17 рублей ровно. Напомним, что последний раз тариф в Бийске поднимался в июле 2016 года. Тогда проезд подорожал на 2,5 рубля. И тогда же общественный транспорт Бийска оборудовали терминалами для безналичного расчета. Отметим, что на нескольких маршрутах, таких как 77-55, сейчас цена билета составляет 16 рублей. Осенью жаловались на отсутствие клуб и лавочек, а зимой на жуткий гололед и потемки. Бийчане вновь недоволен состоянием лестницы, которая соединяет два городских микрорайона. Зеленый Клин и поселок Котельчиков. С приходом зимы лестница превратилась в экстремальный спуск. И хотя чиновники заверяют, что коммунальщики регулярно убирают снег и посыпают лестницу песком, однако местные жители говорят, что этого недостаточно. Ее как попало чистят. Разве так можно? У них нет даже инструмента хорошего. Это я точно знаю. А вот смотрите, какие кочки. И вот уже под этими кочками люди, когда ходят, образуется сверху лед. А его сейчас не убрать, а потом вообще будет зимой что будет, вернее весной. Я вот сколько живу уже, сколько лет туда хожу, я боюсь ходить по ней. Даже в варенках. Это убиться можно на ней. Нам обращение поступало. Мы туда выехали зеленостроем. Что не так? Перива на месте. Снег чищен. Что не так? В последний раз была, когда у меня контрольная карточка была депутата, там все было почищено. То есть, ну как на зеленостроем, у нас добросовестно все чистят. Ледяные бугры покрыты песком. Как поясняют горожане, качество уборки лестницы оставляет желать лучшего. По словам некоторых бейчан, коммунальщики работают не в полную силу, недобросовестно очищают снег и лишь для отвода глаз посыпают лестницу песком. И это не единственная претензия. Пандусы забиты снегом, поэтому сани и коляски приходится спускать и поднимать на руках. Кроме того, после шести часов вечера в потемках запросто можно оступиться, упасть и получить травму. На лестнице всего два фонаря. Один вверху и один внизу. Такие экстремальные условия шокируют многих, однако есть и те, кого все устраивает. Плохая лестница. Ребятишки тут убиваются, взрослые падают. В последнее время вроде чистят, но все равно вот эти скользкие места есть, держаться желательно. Слава богу, хоть песочком посыпают. Вот на этом спасибо. Средние две лесенки я постоянно на задницу скатывалась. Ну, тяжеловато. Может, нету их организации такая, может, людей нету. Мы не знаем, что случилось, но лестница у нас вообще брошенная. Когда поначалу построили, очень сильно за ней следили. То есть это была одна из самых красивых лестниц у нас в городе, мне кажется. А потом ее бросили. И вот, ну я не скажу, тут безопасно. Сейчас посыпали, все нормально, но не чистят. Очень скользко, но сейчас хоть песком посыпали. А было-то вообще за поручни берешься и едешь. У меня ботинки вообще сами нормальные, не скользкие. Так по ощущениям. Ну, для меня безопасно на моих ботинках. А вот так, по-моему, может и нет, если смотря в чем ходить. Это вообще, это не уборка. Уборка до асфальта должна быть. До асфальта. Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Бейске на перекрестке Васильева-Трофимова. По предварительной информации, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло на оживленном перекрестке в середине рабочего дня. Как сообщает очевидца дорожно-транспортного происшествия, водитель Хонды, мало того, что явно нарушил скоростной режим, так еще и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Именно из-за того, что он выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, произошло столкновение с Тойотой. Установлено, что виновник ДТП ранее уже был лишен прав. Однако, в очередной раз сел за руль в нетрезвом виде. В настоящее время, по данному факту, проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Новый виток исторической спирали. В Бийске вторично освящен храм во имя святого апостола Иоанна Богослова. Первая индексация и насколько больше будут получать бийские пенсионеры, расскажем далее в выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok С 22 декабря по 28 января в выставочном зале на Васильево 36 выставка животных «Планета пушистиков». Более 30 видов кроликов, кенгуру, карликов и бегемотик. Каждому ребенку подарок. В новом году мы снова будем вместе. Сбережение по ставке 13,95% годовых каждому. АЭС Финанс. Мы всегда рядом. Закажи такси. Телефон 99-99-99. Здравствуйте. В эфире программы «Деловой разговор». Меня зовут Наталья Каршева. Разговор в студии на актуальные темы. Разговор по существу. И своевременная аналитика. Деловой разговор. Новый год начали с прибавки. Довольство бийских пенсионеров в среднем увеличилось на 770 рублей. И теперь средний размер страховой пенсии в Бийске и Бийском районе составляет около 14 тысяч рублей. С 1 января текущего года произошло увеличение пенсии неработающим гражданам. Процент, индекс вернее достаточно высокий. Это увеличение произошло на 7,05%. Это выше уровня инфляции. Что и предполагало, собственно говоря, вот когда вносили изменения законодательства, это и предполагалось постепенное увеличение пенсии на уровень выше, чем существующая инфляция. В 2019 году повышение пенсии ждет не только пенсионеров, но и льготников федеральных категорий, кто получает ежемесячные денежные выплаты. Среди них инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Однако для этой категории граждан индексация пройдет только с 1 февраля. Также 1 апреля увеличатся социальные пенсии. Большинство из них по инвалидности и по потере кормильца. Но в данный момент сумма повышения неизвестна. Опираясь на опыт предыдущих лет, специалисты предполагают, что индекс будет гораздо ниже 7%. Новый виток исторической спирали. В Бийске вторично освящен храм во имя святого апостола Иоанна Богослова в Бийской православной школе во имя Иоанна Кронштадтского. При освящении Сергии митрополит Барнаульский и Алтайский осветил молебню. В начале 20 века этот храм построил бийский купец второй гильдии Владимир Пискарев. На его средства была выполнена роспись, закуплена церковная утварь, колокола и люстры. Первое освящение прошло 118 лет назад, 27 декабря 1901 года, епископом Бийским, начальником Алтайской духовной миссии. Это событие являлось значимым не только для Бийска, но и для всей Алтайской православной миссии. Собрались сотни людей здесь, 118 лет тому назад. Пел большой хор студентов и преподавателей училища. В советские годы на месте православной школы было Бийское миссионерское катехизаторское училище. В 2012 году Министерство обороны передало здание в руки образовательного учреждения. Сразу начались разработки по восстановлению храма. И в 2016 году митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил работы по реконструкции бывшего святилища. После освящения будут проведены работы по росписи стен. Возрожденный храм планируется открыть для горожан уже через два года. В богослужении будут участвовать дети. Поскольку у нас обязательно музыкальное образование, все дети у нас поют на клиросе и в хоре. И поэтому на литургии, на богослужениях дети будут петь сами. Также дети будут помогать священникам, совершать богослужения, понаморить. Конечно, этот храм не будет закрыт для родителей, естественно. То есть и бабушки могут приехать, и дедушки, и папа, и мамы. Ну и, конечно, мы открываем двери и для жителей нашего города. В восстановлении храма приняли участие не только Барнаульская епархия, но и многие жители Бийска и ближайших сел. Сергей Рехтин, Сергей Доровских, Будни. Спортсмены из Бийского района отличились на краевых соревнованиях. В Барнауле состоялись ежегодный кубок и первенство по биатлону. Соревнования имеют славную историю и проводятся в середине 70-х годов. Каждый раз, чтобы выйти на старт в краевую столицу, приезжают сильнейшие биатлонисты Алтайского края. В этом году места на пьедестале почета оспаривали в общей сложности около 70 спортсменов. На протяжении двух дней прошло 12 гонок, спринты и масс-старты в шести категориях. Отличились на кубке победы представители детско-юношеской школы Бийского района. Золотые награды завоевали Владимир Жамин, Сергей Гордок, Олег Домичек и Алиса Жамина. В прошлом году россияне чаще всего покупали стройматериалы, смартфоны и телевизоры, говорит статистика сервиса Яндекс.Маркет. Совсем немного уступили им бытовая техника и автомобили. Но в фоне этого, понятным выглядит интерес к крупным кредитам, которые отметили российские банки. Ремонт, смена авто и гаджеты – это дорогостоящие покупки. Многие предпочитают совершать их с финансовой помощью банков. Клиент может приобрести сразу все необходимое. К тому же по крупным кредитам банки чаще предоставляют более комфортные условия. В подтверждение последних слов кредит от Банка Восточной с максимальной суммой до 30 миллионов рублей и ставкой от 9,9% годовых. И доступно это предложение практически всем. До 30 миллионов рублей банк предоставляет под залог недвижимости квартиры, загородного дома или даже коммерческих площадей. В 2018 году клиенты нашего банка оформляли его не только для крупных покупок, но даже для погашения уже имеющихся дорогих кредитов. Если в списке ваших желаний на этот год было стать миллионером, совершить массу покупок, сделать ремонт или слетать в отпуск, то поможет вам в этом любая недвижимость в собственности и приятные условия кредитования от Банка Восточной. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Итак, завтра, 15 января в Бийске будет ясно. Ветер восточный слабый, сменяющийся с северо-западным. До обеда атмосферное давление будет высоким, влажность воздуха завышенная, магнитное поле Земли спокойное. И о температуре ночью минус 11, минус 13, днем минус 10, минус 12 градусов. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна. А я напоминаю, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на ютубе. Счастлива. Еще увидимся. До встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok